Виктор Владимирович Аксючец Виктор Владимирович Аксючец Виктор Владимирович Аксючец Виктор Владимирович Аксючец Виктор passport И если ее нет, то ее сформулировать нельзя, потому что у нас каждый делает, что хочет. Мне лично более близка была бы идея Солженицына, сбережения народа. А на Руси у нас как говорят? Рыба гниет с головы, но чистит ее с хвоста. Держ ты? Я за то, чтобы все люди жили дружно и мирно. Очень хотел бы быть патриотом, но идиотом быть не хочется, это все. Национальной идеи сейчас практически нет. И русские люди потеряли, скажем так, свою именно ценность, свой именно статус, свой цинус, если хотите. Русские за русского не заступаются, как представители других, в данном случае, кавказских народов. Вот в этом наша проблема. Я считаю, что для России не нужно вообще никакой национальной идеи. Слишком много здесь национальностей живут. И если одна национальная национальность будет себя выпячивать, то другие будут обижаться. И начнутся трения. Кстати, они у нас, собственно, имеют место. Вот мы посмотрели этот по-своему занятный репортаж, послушали реплики горожан. А сейчас вернулись в студию, и Виктор Владимирович оксичится у нас в гостях. Виктор Владимирович, надо сказать, что я с самого детства с большим интересом и вниманием относился к вам. О, как! Да, 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 да. Читал в свое время газету под названием «Путь», которую издавала российское христианско-демократическое движение. Да. Да, журнал. Литературно-философский журнал русской христианской культуры «Выбор». Выбор, да. И, конечно, у меня накопилось огромное количество вопросов, которые связаны с целыми десятилетиями. Хотелось бы расспросить вас о вашем пути, потому что в свое время вы были везде, вы были одной из самых заметных фигур новейшей истории. Но после трагедии 1993 года, по большому счету, возникло ощущение, что вы как-то отлучены от публичной политики. Так ли это? Или же вам самому уже, по большому счету, не захотелось участвовать непосредственно в том, что называют, политическим процессом? Ну, я начну с конца. Не только отлучили, а, можно сказать, закопали. Именно после расстрела Дома Советов, а я был одним из защитников его, сначала лишили финансирования, а очень просто лишили. Фактически, наша партия, журнал, газета, храмы, христианский театр «Ковщег», фонды, все это содержалось на мои личные деньги. Так получилось, что я в конце 80-х годов со своими друзьями разбогатели. Но после расстрела Дома Советов, эти деньги были изъяты известным теперь, очень известным человеком, Амин Ходорковским. Мы получили кредит, централизованный из Центрального банка, и так получилось, что через Минотеп. Поэтому все наши счета были переведены в Минотеп. Ну, а когда все произошло, то тогда было такое время, что если можно было отнять, то отнимали. Ну, а Ксюшица можно было рвать, как мне сказали. То есть, без всяких правовых оснований? Ну, просто банкистскими способами, так сказать. Причем обнулили не только кредит большой, который мы получили, но и все наши оборотные средства. Я фактически стал без средств остался. Поэтому затем у меня в кабинете в декабре 1993 года несколько человек, очень известных ныне, один из них, Потанин, сидели дома у меня в кабинете, беседовали на тему финансирования российского христианского движения. Они тогда высказали желание финансировать. Потом, очевидно, им позвонили, или они проконсультировались, и они сказали, что, к сожалению, нет. И также была наложена информационная блокада. Со мной по инерции записывались телеролики, радио, около трех десятков. Все они были недопущены к эфиру, и затем через год нас просто лишили регистрации. То есть все были меры силовые приняты, чтобы христианская демократическая партия была уничтожена. И, как сказал недавно Шевченко известный, христианская демократия была расстреляна в России вместе с расстрелом Дового Совета. И поэтому мне все время задают вопрос, старинные мои друзья, когда встречаемся, почему я ушел из политики. Я не уходил. Меня и нас изгнали. Ну, это, так сказать, такой этап. А как начиналось? Начинали мы все с моим другом Глебом Онищенко. Вот как раз, да, про то, как начиналось, очень интересно вас расспросить. Ведь я знаю, что, кажется, в 79-м или 80-м году вы, по сути, становитесь таким антиподом доглавенствовавшей тогда системы. У вас проходят постоянные обыски на квартире, вы начинаете издавать в отходе. Я изучал, конечно, вашу судьбу. Мне очень интересно, что называется, из первых уст. То есть, от вас услышать. Как же все было? Ну, я родился в глухой западно-белорусской деревне. Затем родители уехали в Ригу, и крестьяне, вчерашние, с трехклассным образованием. Отец мог работать только грузчиком порту, мать дворником. То есть, я из самых социальных низов. Но я, как ракета, значит, из этих социальных низов, в конечном итоге, через военно-морской флот, через офицерство, попал на Арафак МГУ, философский факультет. И к третьему курсу я стал православным христианином. Хотя, когда я встретился первый раз с моим дядей, протереем Аркадием Станько, он закончил свой путь тем, чтобы был настоятельным храма Казанской Божьей Матери на Красной площади. Он его построил. И, когда я приехал в Москву, он ее пригласил к себе в маленький кабинетик и задал вопрос, вот философ, что ты думаешь вообще? Я говорю, я считаю, что коммунизм это верная теория, но неверно строится. Поэтому я решил поступить на философский факультет, чтобы изучить ее научный коммунизм и, соответственно, потом бороться за правильное строительство. Ответил я ему. И вот мудрый пастырь не стал со мной пацаном спорить, а он просто положил руку на Библию, говорит, ну а с этим что будете делать? Я ни разу ее в жизни не открывал, хотя семья, конечно же, верующая, конечно же, окрещенная, конечно же... Он уже был священником ваш дядя к тому времени? Дядя был священником, он самый молодой протоиерей был в Москве в 54-м году, он уже был протоиереем. На Соколе храм огромный, другие храмы восстанавливал. И я помню, что в храм меня водили, но потом октября-то, мсомольцы, соответственно, прополоскали мозги. Я считал себя убежденным атеистом. Но, естественно, Библию я ни разу не открывал, и ответил ему сакраментально, что, конечно же, мы будем изучать это достояние мировой культуры, строительство и коммунизма. Такой вот ответ мудрый, да? И он мне опять же очень мудро подарил мне эту Библию и сказал, только один совет дал. Начни читать с Нового Завета, прочешь, а потом вот через Старый Завет. И когда я стал читать эту книгу, я сразу же был сокрушен, потому что Священное Писание – это книга книг. И очень быстро, уже к третьему курсу, я стал выцерковлен православным христианином. Мировоззрение совершенно поменялось. А учился я на факультете, который назывался, на самом деле, «идеологический». Нам так и говорили. Мы из вас готовим идеологов. То есть философских факультетов? Там вообще философии нет. Во-первых, только одна философия была – марксистско-ленинская. Все кафедры назывались кафедрами дилектического материализма, исторического материализма, научного коммунизма, кафедр марксистско-ленинской философии, марксистско-ленинской этики, марксистско-ленинской эстетики, научного атеизма. Единственная кафедра, где можно было изучать философию – это кафедра зарубежной философии. И вот к третьему курсу я от научного коммунизма пришел закономерно на кафедру зарубежной философии. А поскольку не было такого предмета, как русская философия, вообще была кафедра «История философии народов СССР». И там попадались такие билеты, ну, например, устройство глаза по Сеченеву. То есть материалист, философ Сеченев, вот устройство, как он, вот таких философов изучали, а всех остальных нет. А я же, поскольку был очень бойким, то очень рано мне в руки попала сам издатская и там издатская литература. И вот вместе с Библией все это, понимаете, вот я очень быстро проделал путь. И был безумно благодарен, потому что я вот как бы из темноты вот этого невежества вдруг попал в золотую жилу человеческой мудрости. И первое открытие, которое я сделал для себя, изучая мировую философию, начиная с Платона, что оказывается во всей мировой философии нет ни одного крупного философа-атеиста. В той или иной степени все были людьми верующими, по-разному имену, я так сказать. Вот предмет своей веры, но все были верили в Бога, то есть все были религиозны. И естественно, поскольку философы, я уже знал, это не самые глупые люди, то это вот тоже меня подтолкнуло с другой стороны. Вот Библия и вот эти вот, и философия. Но можно было так полагать, но ведь вы же решились на активную деятельность, правильно? Да, так вот это не... Но я всегда был активен, как бы вот и в комсомолии, всегда был лидером комсомольским, там и в школе, и в училище, и на флоте. И в конечном итоге меня избрали сектором патронизации курса и МГУ. Вот, но... И вот с этого началось расщепление, как раз такое внутреннее, которое я очень драматично переживал внутренне, потому что я к третьему курсу стал православным христианином, а вся жизнь и должность вот этого парторга, да... Но я стал, организовал фактически первый в Москве религиозно-политический самоздат, стал издавать в самоздате то, что я сам читал. Ну, первый импульс был, как бы, из чувства благодарности. Вот как я вот это открыл, но хочется поделиться. И мне потом рассказывали мои сокурсники, что они, конечно, были поражены, что с одной стороны я проторг, а с другой стороны дают читать архипелаг ГУЛАГ, замроз, который я издавал в самоздате. Ну, как-то Господь хранил, вот, но затем у нас образовался замечательный круг друзей по оси Москва-Омнинск-Калуга. В Калуге жил уникальный человек, философ Катагощин Всеволод. Он историк по образованию, но он знал фактически всю русскую поэзию наизусть, русскую историю и философию. Уникальный философ таксократического типа. Он больше любил говорить, нежели писать. Вокруг него сгруппировалась достаточно большая группа молодых людей, писателей, историки, поэты. Вот я философ там, и не только гуманитарий. У него была достаточно богатая библиотека. Естественно, мы спорили, мы дискуссировали. Абсолютно безвредная деятельность. Абсолютно безвредная. Ну, как бы делились книгами. И тут в конце 70-х годов, в начале 80-х, начался разгром. Как мне потом рассказывали уже люди-сведущие, бывший первый секретарь обкома Калужского, их начальник КГБ местно решил повысить себе звание. Он потом и получил это звание. И организовал как бы из всего из этого антисоветскую группу. И нас начали громить. Троих друзей посадили. У нас начались обыски, вот в том числе у меня. И я понял, что надо с этим уже рвать. И я как раз был принят в аспирантуру. Но после того, как у меня изъяли два чемодана, совершенно детективная история, вернее, не детективная, а остросюжетная история, как они были изъяты, ладно, и меня вызвали, естественно, потом в КГБ. И ваши, я говорю, да, мои. А зачем они вам? Я говорю, вот я в аспиранторе, и моя диссертация, тема моей диссертации звучит «Проблема человека в неопротестантизме Пауля Тилиха и в экзистенциальной философии Николая Бердяева». Утвержденная тема диссертации. Ну и кроме Ленинской библиотеки, и даже в Ленинской библиотеке некоторых книг нет. Вот они. А вот это и показывают издательство «Посев» программу НТС. А вот это архипелаг ГУЛАГ показывает. Я говорю, ну, любознательный, поэтому мне все интересно. Короче говоря, на следующий день меня исключили из аспирантуры, просто вычеркнули. Вот так же, как нашу партию, официально как бы ничего не было, просто вот стерли. Так и тогда меня из аспирантуру стерли. Ну и началась жизнь, да, естественно, запрет по профессии, то есть я не мог не преподавать. И я занялся с опытом строя отрядов шабашками, сезонными шабашками, организовал строительные бригады во многих областях России. Это уникальный совершенно опыт. Сам трудился руками, перебрел много профессий руками, потому что у нас же была тогда статья, знаете, как это называлось? Предпринимательская деятельность. За это сажали. Это была статья в Уголовном кодексе. Поэтому я должен был не только организовывать, это была бы статья, я должен был еще руками работать, что я и делал. Зарабатывал какие-то деньги, чтобы вот этим тяжким трудом свободу как-то завоевал для творчества, вот уже в зимний период, чтобы можно было расти своих детей. И отдавался целиком философии. Я с самого начала это все любил. С трудом на это вышел, вот из своего невежества такого, так сказать, вот социального, социальных низов, через все, через это. И поэтому, когда я к этому пришел, я как бы с таким восторгом годами читал, писал многое, и все надо было писать в стол. А поскольку потом, как я предчувствовал, значит, это и закончилось с обысками, я прятал разные варианты у своих друзей. Потом уже в 90-е годы один из моих друзей мне достал со своего, так сказать, с каких-то полок чемодан с моими рукописями, о котором все забыли, в том числе и я. Я совершенно не собирался заниматься какой-то антисоветской деятельностью, кроме того, что мы хотели читать. То, что сейчас разрешено, и даже книга книг, Библия, она не продавалась даже в храмах. Можете себе представить. Ее можно было читать только в Ленинской библиотеке. Ну, священники могли иметь. И вот наступили середины 80-х годов, кооперативы. Мы с тремя нашими друзьями, коллегами моими, тут же, так сказать, разбогатели. Это отдельная тоже история. Просто, как говорят, неофитам везет. Стали миллионерами рублевыми, еще до того, когда это было, все известные миллионеры появились, начиная, так сказать, А это была издательская деятельность? Нет, нет. Ну, издательская деятельность это была затратная деятельность. Я встал на свои деньги, которые я заработал, издавать уже литературу массовую. Я издал архипелаг ГУЛАГ в сам издате. 7 тысяч тираж. А потом добился разрешения издания официального. И в 89-м году был издан. К сожалению, у меня были договоры заключены с издательствами на миллион 100 тысяч. Но, это отдельная тоже драматическая история, в итоге удалось создать только около 50 тысяч. Это было первое издание официальной типографской архипелага ГУЛАГа. Все это я сдавал на свои деньги, потому что это тоже было затратно. Мы по указанию в Солженицы не имели права продавать дороже, чем 5 рублей тонн. А, естественно, он продавался по 50 рублей тонн в переволках, так сказать, в переходах. Вот. Да. И вот... И вот глянула перестройка. Да, вот перестройка, вот я как раз этим занимался, просвещение. А когда вы решили, что вам нужно выдвинуться и баллотироваться в... Вот, рассказываю. Это вообще тоже такая забавная история. Вообще я не собирался этого делать. Я зажил полноценной для себя жизнь. Во-первых, я богатый. Во-вторых, меня начали публиковать сначала в эмиграции, потом в европейских странах в разных публиковать. Ну, то есть, я пишу, меня публикуют, и мне не надо думать о хлебе насущном. Ну, я счастлив, доказал. И тут меня мой партнер Володя Корсетов вывозит в лес на тайный разговор и говорит следующее. Ты знаешь, вот из-за архипелага, из-за всего, все-таки КГБ нас начинает прессовать. И нам нужна крыша. И этой крышей будешь ты. Давай иди в политику. Я, естественно, скажу, зачем? Мне это не надо. Побежал жаловаться своему другу Глебу Онищенко. Ты знаешь, что он мне предложил? Идти в мясорубку, а я тут счастливый человек. Он подумал, говорит, а правильное предложение. Ну, в итоге всего, меня эти же ребята выдвинули кандидатом в депутаты, народные депутаты. Я выиграл эти выборы. Вы от Москвы были, Серёж? Тёплый стан. Тёплый стан. Да, в Москве. Где я и жил? Просто одномандатный округ. Одномандатный округ. А кто были соперники? О, соперников у меня было 14 человек. Генеральный директор какого-то крупнейшего объединения производственного, районный прокурор, начальник МВД. Все люди солидные. Я пацан с улицы, они все солидные. Я выиграл. Это было поразительно. Тогда были абсолютно честные выборы. Так. Это были первые и, к сожалению, последние честные выборы. Я, конечно, не ожидал этого. Причём, победа была сокрушительной. 90-й год. Это был 90-й год, да. Конечно, мне все мои друзья помогали. Конечно, мне были уже ресурсы, печать и всего. И весь прошлый мой путь. Ведь на Шабашках я прошёл от Дальнего Востока до Украины. И от Кавказа фактически до Тверской области я знал всю жизнь. И знал её тоже от тракториста до Госплана. Потому что мне приходилось всем этим заниматься. Я уже видел всё это. У меня это всё описано в моих воспоминаниях. Я был убеждён. В 80-е годы я уже говорил, что коммунизм скоро рухнет. Мне никто не верил. Потому что я видел, что это происходит. Это был опыт. Такой, которого не было у политиков того времени. Я помню, как в 91-м году в газете «Путь» я обратил на это внимание перед референдумом 17 марта о сохранении Союза, вы заняли и ваше движение чёткую позицию за сохранение страны. Тогда это даже выбивалось из общего хора, из общего движения антисоветских, антикоммунистических сил. Вот в какой момент ваша позиция стала отличаться от той позиции, которую принято называть либерально-демократической и которая в какой-то момент всё же, наверное, доминировала на съезде? Вы знаете, у меня позиция моя и моих друзей, а мы создали тогда, когда вошли несколько человек, мы поддержали несколько человек и вошли в депутатский корпус, то есть в парламент страны и создали партию Российско-Христианско-Демократическое движение, лидером, которого я стал. Вот. И мы, наша позиция изначально была другой. Другое дело, что в зависимости от поворотов истории приходилось блокироваться с кем-то. Ну, я всегда говорил своим друзьям и коллегам, что одно дело, когда я пишу, я говорю то, что я думаю, да, а другое дело политика. Действительно, это область компромиссов и я рассказываю, представьте себе, вот цель, только мы её ясно видим, но между нами и целью болота. И чтобы достичь цели, с кочки на кочку, всего не налево, нас обвиняют, так сказать, правые, завтра на следующую кочку, поскольку это уже тонет, направо, вот, нас обвиняют левые. Но к цели. Правильно ли я понимаю, что при том, что вы выступали против старой системы, вы при этом сохраняли патриотическое воззрение. С самого начала. И вот здесь возникал ваш диссонанс с общей демократической средой, так называемой. Я всегда выступал и в этой среде, и на съезде говорил одно и то же. Борясь с коммунистической идеологией, с коммунистическим режимом, нельзя рушить государство. Государство одно, а на нем паразитируют режим. Вот с режимом надо бороться, а государство сохранять. Насколько я помню, вы были одним из немногих, кто противился Беловежским соглашениям на съезде. Это так? Конечно, конечно, да все это, это, честно говоря, вообще, понимаете, вот, собрались люди, около тысячи человек, да, и такое впечатление, что они все впали в сумасшествие. Причем все, и коммунисты, которых было большинство, и демократы, они все говорили одно и то же. Хватит болтать, давайте голосовать. Эпохальное решение нашего президента. По-моему, вы тогда, как раз, я смотрел стенограмму, задавали острые вопросы президенту Яльцу. Да, я, значит, когда вошел в зал, сразу же прошел к первому микрофону, сел рядом с ним и держал его. Показываю, что я первый буду задавать вопросы. И задал этот вопрос. Я говорю, господин президент, известно, что вчера вечером украинский Верховный Совет внес поправки в соглашение. Я знал об этих поправках, мне сообщили органы, так сказать, но они не были опубликованы. Я совершил глупость. Мне надо было их озвучить, эти поправки. А я думал, сейчас озвучит президент. Он, отличие от меня, опытный политик сказал, да там не было никаких поправок, а были редакционные замечания. А на самом деле Верховный Совет Украины принял решение, что отныне и навеки границы Российской Федерации и Украины остаются неизменными, вне зависимости от того, будет входить в СНГ или не будет входить в Украину. И второе. Это значит, мы теряем Крым. И Севастополь, который никогда не был украинским вообще. Понимаете? Да. Вот. И второй, отныне президент Украины становится, или он тогда был председателем Верховного Совета, президентом кажется, главнокомандующим всех видов вооруженных сил, которые находятся на территории Украины. Включая ракетное ядерное. Представляете? И флот. Все. Все. И Севастопольский флот. Если бы эти поправки были озвучены, я думаю, что немножко заседание Верховного Совета затянулось бы. Началась бы дискуссия. Но поскольку тут же отключить первый микрофон, и все. То есть, обманом совершенно путем все это происходило. Понимаете? Но, затем Ельцин встретился с лидерами партии в этот же день, после заседания Верховного Совета. И все опять словословили. Вот. Вы приняли эпохальное решение. Когда очередь дошла до меня, а Глеб Аниченко сидел рядом со мной, он записывал на диктофон все это. Уникальная беседа. Естественно, я стал говорить о том, что это решение, которое, во-первых, антиконституционно нарушено союзной конституцией, нарушена конституция Российской Федерации. Вы не полномочны принимаете решение, меняющее абсолютно государственный устрой Российской Федерации. То есть, это переворот, говорю я. Кстати говоря, когда все это произошло, я послал Горбачеву телеграмму правительственную. арестуйте гагачепистов, мы вас поддержим. Новых гагачепистов, да, как бы? В 91-й год. Ну, после Беловежского? Не гагачепистов, нет, да. Ну, участников Беловежского соглашения. Арестуйте вот участников Беловежского соглашения, мы вас поддержим. Вот, через много лет он потом как-то сказал, ну да, мог я там арестовать, ничего не мог сделать, как он говорил. Вот, то есть, я изначально понимал, моя жена умный человек, вот, всегда меня поддерживающий, когда по телевизору мы это услышали, я говорю, ну все, сейчас страна умоется кровью. Она, что ты все время против всех. ведь говорят, братство славянских народов, там, и так далее, может быть, это хорошо, да. Но мы тогда понимали, что это трагедия, конечно же. Вот. Скажите, а вас на свою сторону пыталась перетянуть исполнительную власть в начале 90-х? Никогда. Никаких предложений, никакого рода, в смысле, что я не получал это. Вы сразу заняли принципиальную позицию. Я всегда, это было видно, как бы, заверсту, не бессмысленно. Я прекрасно помню трансляции съезда, когда сразу же выходит Виктор Аксючиц, он говорит, что не должно быть, я помню, это слово соглашательство. И есть же такой миф, что главная авангардная позиция на съезде, это будто бы коммунисты. Хотя, я прекрасно помню и знаю, что это были молодые люди, в значительной степени либо избранные одним России, либо просто антисоветского толка изначально. Ну, там, и Илья Константинов, и Михаил Астафьев, и многие другие, и Николай Павлов, и Сергей Бабурин. Это, по сути, были ваши сотоварищи. Да, да. Вы понимаете, А у вас были какие-то надежды на то, что удастся что-то изменить? Я знаю, что вот ваш отряд выступал против той приватизации, которая планировалась, против той шоковой терапии, которая случилась. Конечно. Именно вот после... Где вот эта точка расхождения между вами, например, и Кремлем? В какой момент это произошло? Ведь вы же вместе в августе 91-го защищали Белый дом. Да, это произошло, мы вместе защищали, но уже к ноябрю перед Белорусским переворотом нам уже стало ясно, мы знали, какая готовится концепция экономических реформ, разрушительная. Мы знали, что отвергнуты такие концепции, как, например, Собурова, Скокова, это другие совершенно варианты, и реформ, и, соответственно, они были кандидатами на премьер. И назначение Гайдара это вот был рубеж. А потом уже стало явное разрушение, так сказать, союзного государства, все, это уже черта. Мы вышли тут же в оппозицию. Затем, соответственно, приватизация антинародная, шоковая терапия, шоковая терапия Гайдара, приватизация Чубайса. И вот именно тогда вот вся небольшая группа людей, которых вы назвали, стали настолько авторитетны на тысячном парламенте, что мы по существу несколько месяцев по существу рулили его решениями, большинством из них. Вы угнали съезд. Да, потому что они растеряли все, они не понимали, что происходит, а мы тут выходили к микрофону, показывали, что происходит, и это было совершенно адекватно, действительно, реальности происходящей. И даже были такие периоды, когда, допустим, надо было голосовать в съезду за, кто-то из нас поднимал руку так, значит, голосовали за. Или вот так вот, соответственно, были такие моменты тоже в истории. Нам просто Господь дал видение раньше других. Ну, поэтому нас всех потом и разгромили, собственно говоря. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова